Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Новый министр труда, ремонт интернациональный и изменения в бюджет. Основные итоги заседания правительства. Когда необходимы лекарства? Люди устали ждать и обратились в прокуратуру. Семейная выставка. Картины, которые рисовали родители вместе с детьми. В заседании правительства Рязанской области началось с представления нового министра труда и соцзащиты населения Дениса Траканова. Губернатор подчеркнул, что чиновник победитель конкурса управленцев лидеры России, а наставник его федеральный министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Губернатор отметил, что теперь перед чиновником стоят задачи по совершенствованию системы соцподдержки граждан с учетом масштабной перенастройки всех органов соцобеспечения, которые планируются в 26-м году. О других темах далее. Тема номер один это дороги. Поговорили о поручении губернатора о ремонте всех въездных путей в город. Половина из них уже отремонтирована. В прошлом году сделали въезд из Тулы. До конца сентября закончат капремонт на границах с Липецкой и Тамбовской областями. Об этом рассказал министр транспорта Павел Супрон. Павел Малков отметил, что все въездные дороги нужно привести в порядок, как и стелы на этих участках. Другое обращение из соцсетей касалось дороги на интернациональной. Дескать, там и ОКБ, и ОДКБ, а подъезд к больницам оставляет желать лучшего. Дорога интернациональная. Конечно, нужен ремонт. На сегодняшний день мы пока не заказывали проект. Хотели подключить этот проект на следующий год, если Минтранс нас поддержит. В этом году прошли отбор. Завтра будет подписано распоряжение Минтранса и будем делать картами на 22 миллиона рублей то, что мы сможем сделать в этом году. Также, я говорю, хотел перед Минтрансом двухлетний контракт ремонта этой дороги. По схеме транспортного сообщения там даже предусмотрены вытянутые полосы и расширение дороги. Спрашивали горожане и про строительство школы в Олимпийском городке. Пока все на уровне слухов. Кто-то узнал от кого-то, что где-то будет новое учебное заведение. На правительстве внесли ясность. Школа будет уже в 25 году, а 1 сентября в нее уже могут пойти первоклассники. Так как перенос в завершение строительства школы в Олимпийском в настоящее время только окончательно определен, сейчас определяем сроки строительных работ. Для того, чтобы зашли дети, нам необходимо, зашли дети 1 сентября, нам необходимо, чтобы работы все были завершены до 20 июля. Успеваем, Дмитрий Александрович, к июлю. Павлик, вы задачу поставили, я понял. Большая часть доклада касалась изменений в региональном бюджете на 24 и плановый период 25 и 26 годов. Так, доходная и расходная часть увеличится почти на 850 миллионов рублей за счет дополнительных средств из федерального бюджета. Они пойдут на соцподдержку, выплату субсидий на создание системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, строительство школы для одаренных детей, развитие сферы здравоохранения, образования, культуры и туризма. Для обеспечения лекарствами и льготными медикаментами предлагается увеличить расходы на 200 миллионов рублей. 33,7 миллиона предусматривается на предоставление социальных выплат медицинским работникам, оказывающим скорую и первичную медико-санитарную помощь, не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования. Планируется увеличение расходов областного бюджета на продолжение благоустройства общественных территорий в сумме 163 миллиона рублей и на капитальный ремонт тепловых сетей в рамках подготовки к новому отопительному сезону в размере 100 миллионов рублей. Павел Малков подчеркнул, что дополнительное финансирование предусмотрено на создание научно-производственного центра по разработке беспилотников и образовательного пространства школа 21. Другая тема – газификация региона. Глава Рязанского минстроя Дмитрий Васильевский рассказал, что на строительство 10 газопроводов выделено больше 60 миллионов рублей из регионального бюджета. А в рамках нацпроекта «Культура» пройдет техоснащение музея-усадьбы «Академика Павлова». В этом году в музей вошел у нас проект «Культура» по техническому оснащению. В настоящее время закупаем оборудование. Традиционно закончили обращениями из соцсетей. На первом месте – дороги. Просили как о ремонте, так и об уборке пыли. Притом далеко не на центральных улицах. На втором месте – ЖКХ. Здесь жалуются на отключение электричества. Арсен Анатольевич, я жду подробный доклад по отключению электроэнергии в Рязани. Не сейчас, но я хочу понимать, что происходило вплоть до персоналя и, возможно, какие-то решения уже надо принимать там. На третьем месте в списке жалоб – благоустройство. По всем поручениям Павел Молков дал задание отработать. Одно из изменений в бюджет – это выплаты медицинским работникам. В этом году, кстати, СФР уже назначил специальную соцвыплату более чем 11 тысячам метработников. Подробности далее в сюжете. В специальное социальное выплата положено более чем 11 тысяч медработникам. Общая сумма больше 220 миллионов рублей. Об этом рассказали в региональном отделении соцфонда. Мера поддержки полагается медикам первичного звена здравоохранения районных и участковых больниц, а также работникам станции и отделений скорой помощи. Важно, чтобы организации, где трудятся такие сотрудники, входили в государственную или муниципальную систему здравоохранения и участвовали в базовой или территориальной программах обязательного медицинского страхования. Размер выплаты зависит от категории сотрудника и рассчитывается, исходя из исполнения работникам, трудовой функции, установленной трудовым договором, а также отработанного времени в соответствующем календарном месяце. А с 1 марта соцвыплаты для некоторых категорий медработников увеличили. Во-первых, это коснулось сел и поселков, где меньше 50 тысяч человек. Там выплаты для врачей выросли до 50 тысяч рублей. В населенных пунктах с численностью до 100 тысяч выплаты увеличились до 29 тысяч. Соцфонди напомнили, что медработникам не обязательно подавать заявление или обращаться в ОСФР. Выплата автоматическая на основании данных медорганизаций. Прокуратура Шацкого района выявила ряд нарушений в разных сферах. После проверок ребенок получил жизненно важное лекарство, а общественные пространства обработали от клещей. Подробности в материале далее. К прокурору района на личном приеме обратилась мама несовершеннолетнего ребенка по вопросу лекарственного обеспечения сына. Прокуратура района незамедлительно была организована проверка, в ходе которой было установлено, что несовершеннолетний ребенок является инвалидом и нуждается в получении лекарственных средств. Однако с декабря 2023 года на препараты рецепты не выписывались в связи с его отсутствием в аптеке. По результатам проверки руководителю медицинского учреждения внесено представление. Прокуратурой Шацкого района на постоянной основе осуществляется проверка исполнения требований в санитарно-эпидемиологическом законодательстве. Установлено, что в весенний-летний период в местах массового пребывания граждан в скверах, парках, на детских площадках мероприятия по обработке участков территории от клещей не проводились. В связи с чем прокуратура района был принят в комплекс мехпрокурорского реагирования, по результатам которых на главу подложена обязанность провести обработку территории от клещей. Данный вопрос находится на контроле прокуратуры. Лето, пора отпусков и также время, когда отъездом хозяев квартиры могут воспользоваться взломщики. Об этом напомнили в Росгвардии. А еще они напомнили о том, как обезопасить свое жилище на период квартирных краж. В прошлом году в одной только столице зарегистрировано около 300 квартирных краж. Речь идет только о тех случаях, которые получили огласку. Рязанская статистика и того больше. За полгода 24-го вневедомственная охрана выезжала больше полутора тысяч раз по тревожной кнопке. Это не только квартиры. Статистика по всем охраняемым объектам. Суммарно сотрудники вневедомственной охраны пресекли 26 правонарушений и задержали 58 нарушителей общественного порядка. И бойцы поделились советами, как свою квартиру от таких краж обезопасить. Особенно в период летних отпусков. Не оставлять ключи в доступном месте, под ковриком, в почтовом ящике и так далее. Не распространяться посторонним лицам о том, что вы собираетесь покинуть жилище на долгое время. Если все-таки собираетесь покинуть жилище на долгое время, попросите по возможности близких, друзей, родственников посещать ваше жилище, ваше отсутствие. Поливать цветы, включать свет, забирать газеты с почтового ящика, создавать тем самым эффект присутствия. Советы хоть и кажутся на первый взгляд банальными, однако если бы в них не было нужды, то о них бы и не рассказывали. Нужно также помнить, что если человек потерял ключ, то замок необходимо сменить. Да и в целом, говорят, необходимо принять меры предосторожности. Одним из наиболее надежных способов является постановка жилища под тревожную сигнализацию с выводом на пульт централизованной охраны, подразделение местной охраны Росгвардии. Сработка тревожной сигнализации помогает не только предотвратить хищение из квартиры, но и поймать преступника с поличным. И все же способ защиты своего жилища каждый выбирает для себя сам. В полиции, однако, говорят, что установка сигнализации и раскрываемость такого рода преступлений только увеличивают. И о советах, дескать, забывать тоже не стоит. В галерее при Овне Шторгбанка откроется выставка работ, написанных родителями и детьми. Создать такую семейную экспозицию организатор вдохновил объявленный президентом год семьи. История этого творческого союза началась в Рязанском художественном училище, куда будущие супруги поступили в один год. Потом они продолжили учебу в одном вузе, а теперь и работают вместе. Александр и Елена преподают в Чурилковской школе искусств, да еще и дома воспитывают трех художников. Сыновей Даниила, Дмитрия и Артемия, которые унаследовали от родителей любовь к живописи. Доброе отношение, понимание какое-то, наверное, в первую очередь. Потому что ты с детьми тоже, их тоже должен понять, если ты не будешь понимать, как потом с ними общаться. И с супругой тоже надо понимать. Конечно, когда у нас такая творческая профессия, где-то надо понимать, что надо идти на какие-то уступки. Или да-да, вот понимаешь, что она там, допустим, сейчас у нее такой проблемный какой-то момент, когда она готовится к выставке, надо как-то полностью сосредоточиться. Да, соответственно, там какая-то нагрузка, надо ее разгрузить немножко, да. И приходится там заниматься какими-то будовыми такими предметами, вещами, которые смогли бы, допустим, как-то достойно выставить. Ну и, соответственно, с ее стороны то же самое. На выставке представлены книжные иллюстрации Александра. Получилось около сотни рисунков. Стиль, в котором они написаны, задала поэтесса, автор книги. Она попросила сделать рисунки максимально естественными, как было в 60-х. Любой, кто будет рассматривать книжные иллюстрации, поймает себя на мысли, что вышло не только естественно, но и очень по-доброму. Я хотел бы вот раскрыть сейчас такой анонс-секрет. Именно сегодня, вот сейчас мне прислали, сегодня вышла эта книга, которую мы с поэтессой Галиной Балибановой создали. Она, конечно, главный автор, а я как бы просто под нее подстраивался уже, под текст, пытался ее текст проиллюстрировать визуально. И сегодня как раз выходит, вышла вот эта книга, ее напечатали. А 6 июня как раз будет ее презентация на Красной площади в Москве, потому что там вот пушкинские как бы дни. Там описываются как раз дети, именно возраста, какие у нас дети, да, там, то есть вот 13, 8 лет, да, 14 лет. И вот как раз они мне в этом очень помогали, в создании вот этих иллюстраций, потому что они и позировали, да, и где-то я за ними там наблюдал какие-то вещи, да, и они действительно так очень точно отображены, вот именно поэтессой Галины Балибановой. Источником вдохновения для работ Елены стал спектакль «Красный угол», поставленный ее земляками в Скопинском театре «Предел». Художницу настолько увлекли народные обряды и красочные костюмы села Секирина, на основе которых было выстроено сценическое действие, что она перенесла их на полотна. На одной из работ, например, запечатлен обряд умывания, особый свадебный обряд. Первоначальный цикл «Секиринские женщины» вот из семи картин, сейчас они путешествуют по Белоруссии, вот такой турне на полгода. Большой проект, меня туда московские художники позвали, вот очень приятно в нем участвовать. Еще две новые работы с платками, тоже посвященные Секирина, тоже там. Вот это новые этого года работы, и как раз одна из них, посвященная обряду свадьбы, обряду умывания на одной половице, как раз именно к этому году семей специально создавалась. А по детским работам можно проследить, как отличаются характеры мальчишек и чем они увлечены. Сыновья любят писать природу и с удовольствием ходят с отцом на пленеры. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин